в общем сегодня у нас тема называется путешествие во времени начнем с того начнем с понятия времени времени не существует по факту как как четвертое ну вот у нас вот это пространство реальность да наша физическая она трехмерная да то есть как мы знаем то есть это ну ширина длина и высота 3 вот и как бы еще вроде создают еще одну ось ось времени скажем так да вот но как физически как бы она не существует потому но как бы существует понимаешь но это сложно сказать объяснить так так на уровне как как даже в том же фильме довод на уровне как бы интуиции это можно понять то что времени есть движение до движение вот что такое 24 часа да это по сути дела это полный оборот земли вокруг оси вот то есть движение вот это есть да то есть и люди как бы условно условно решили вот это вот время как бы разбить на 24 часа потом еще на минуты и на секунды понимаешь то есть изначально как бы этого этого не существовало это это такое скажем так допущение как бы человечество теоретически существуют параллельные миры вот как это описывает зелан зелота описывает вот эти все параллельные миры он их описывает как такое называется называет пространство вариантов пространство вариантов это как бы если сравнивать с кинематографом это вот набор от киноархив киноархивы там все пленки да вот если мы представим на какой-то киностудии там где снимали вот эти все да и там тысячи такое большие стеллажи и тысячи лента с разными фильмами да вот но это так чтобы наглядно представить что такое пространство вариантов вот этих лентах это не не фильмы какие-то которые сняты на кинокамеру а просто реально реальные как бы судьбы людей образы как бы вот ну набор кадров да ну давай я скажу да я просто у тебя мысли насчет я просто согласен с тем что ты говоришь то есть у меня тоже самое мнение я просто дополню как бы своими словами то что ты сказал чтобы она более объем нас надо да я тоже считаю и это не то что я считаю так физика считает но времени не существует что такое вообще время ну что существует существует материя вещество которое постоянно изменяется и поскольку она изменяется есть последовательность изменения от одного состояния к другому мы начали измерять человечество это все начало измерять так так называемым временем время это просто мера эта линейка мы этой линейки мы прикладываем к этим процессом чем измерять поскольку земля крутится и каждый раз она делает один и тот же виток то есть день-ночь день-ночь зима-лето то есть циклическая замена да да смена и мы это видим в свою круг солнце летает до словно вот этот один круг был ну и условно его взяли 365 дней да да и это относительно точный вариант и мы начали измерять время вот этими циклами человечество начало измерять и все процессы которые человечество видит во вселенной она начала измерять через вращение земли то есть вращение земли вот один круг например сутки да вот земля провернула и условно к этому к этому процессу мы все процессы человечество начало измерять таким образом времени как такового его не существует поэтому физически путешествовать во времени во времени нельзя да потому что нет такой физической линейки чтобы мы вот можем так согласно передвигать и еще такой момент все вещество во вселенной она не повторяется то есть проходят там миллионы миллиарды лет и каждый каждую секунду в каждый момент времени вселенная иначе расположены светила вещество то есть все новое то есть нету повторяющихся как бы расположение планет вещества то есть она все время в изменении и мы поэтому мы не можем вернуться там куда-то потому что уже все изменилось вещество изменилось таким образом поскольку времени не существует как физической величины то нельзя и путешествовать да 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 но но тут я же просто хочу дополнить ты же сказал о зеландии вот этих как бы фильмах да вот кинопленки хранятся ну да но и давай я тебя трешки перебьет то есть например вот ты закончил ну допустим ты там закончил один институт да вот а аппарат ну а есть другая как бы реальность которой ты поступил в другой институт на другую специальность как бы и она ну ну это конечно все теория это мы не можем этого доказать да но как бы то есть она существует параллельно нашей и также сама она справедлива как та реальность которой мы сейчас принципе ну я скажу всего-навсего свое свое видение вот этим лент то что ты по зеланди сказала каждый вот эти фильмы вот эти пленки это потенциальная возможность проживать нашу жизнь иначе и от польза для человека и даже от путешествия во времени мы путешественным в мыслях своих у нас есть мышление и вот в мышлении мы можем путешествовать во времени в мышлении зачем нам это надо зачем нам путешествовать во времени я так думаю для того чтобы у прошлого учиться смотреть карня как все если мы что-то изменим в прошлом, как оно повлияет на будущее, и как нам через понятие прошлого, понять узловые точки, и как нам менять будущее, то есть, какие нам поступки делать в настоящем, какие решения принимать. Анализировать и делать на основе этого анализа какие-то выводы и попытаться изменять это свое. Изменять наше настоящее и будущее. Которое, чтобы... Всей жизни. Это только в этом смысл путешествия во времени, которое в мыслях у нас совершается. Смотри, то есть, Зеланд, да, он написал, как бы, то есть, это наша жизнь, это как пространство вариантов, это как набор кинолент, либо набор кадров, либо еще, ну, то есть, это можно, как бы, можно даже свою какую-то сделать, ну, на основе этого, этой схемы, какую-то свою можно придумать схему, для понимания. То есть, а наш разум, как бы, наша, вот, вот это сверх-я, душа, мы, мы, как бы, вот, он тоже описывал такой пример, как, берем, вот, представ, как такой лес, ночью, темно, и мы берем фонарик, и фонариком подсвечиваем, там, либо куст какой-то, либо дерево, и так же, вот, это сознание наше, как бы, оно подсвечивает вот этот кадр реальности, в котором мы сейчас находимся. Что, в конце концов, пишет Зилан? То, что, как бы, путешествия во времени, как бы, теоретически возможны, но это, это не такое, как бы, жесткая какая-то линия, да, и ты перемещаешься назад во времени, и, но события остаются те же самые, там, которые, там, уже, то есть, просто, по сути, перемещение во времени, это просто, как бы, перемещение в другую реальность, да, в параллельную. Это же через сознание, вот. Да, с помощью сознания, как бы. Мы это не делаем, даже если мы вспоминаем некоторые события своей жизни. Ну, в принципе, да, когда ты вспоминаешь как-то прошлое, то, да, не, ну, понятно, что официально, как бы, ни один случай перемещения во времени не задокументирован, не исследован. Ну, мы же в самом начале сказали, физически это невозможно. Да, да, но мы же, мы просто предполагаем, мы рассуждаем, как народные философы, да. Ну, это же, это физически. А сколько это возможно? А мысль наша, в мыслях, мы-то бываем там. Ну, в мыслях, да, конечно. Мы бываем там. Так отсюда же и вывод-то какой. Нужно так мысль настроить и так очистить мысль, чтобы эта реальность была более, как бы, зримой. Чтобы мы более зримой её видели. И в итоге мы там проигрываем. Я об этом тоже хочу сказать. Проигрываем сюжеты. Я понял, о чём ты говоришь. Да, то есть, ну, это как бы, то есть, если всё-таки вот говорить об вот этой концепции, то есть, вот есть линия, в которой мы сейчас находимся, да, вот она идёт, ну, это реальность, да. Мы подсвечиваем кадры, подсвечиваем лента, одна идёт. Вот. И теоретически, если мы отсюда, как бы, сознание переместится, ну, и тело в том числе, теоретически, переместиться куда-то даже во времени, это может казаться назад во времени, но для Вселенной же времени не существует. То есть, это просто будет перемещение в 90-й год, например, но просто это будет параллельная другая реальность. То есть, та реальность, с которой ты выпрыгнул, она существует независимо от той другой, которую ты перепрыгиваешь, да, и там ты тоже можешь делать всё, что угодно. То есть, та линия не будет, как бы, задевать эту линию абсолютно. То есть, просто ты с этой линии, как бы, исчезнешь, а туда переместишься. И на ту линию реальности, как бы, ты можешь в любую точку, можешь в будущее, можешь в прошлое, куда угодно. То есть, это, они, как бы, две независимые линии, да. Но это если брать в теории. Не, ну, тело наше тут и находится. Вот мы сидим на креслах, на диване, мы сидим, тело наше тут. Но мы можем закрыть глаза и путешествовать куда хочешь. В любую точку, как бы, планеты. И представлять это, это все в нашей голове, как бы, совершается. То есть, итог нашей беседы, что в нашей голове сокрыты все там, все сценарии, и мы можем путешествовать по этим сценариям, мы проходить можем разные дороги, возвращаться в прошлое, а чтобы возвратиться в прошлое, мы должны ознакомиться с событиями прошлого. Например, можно взять исторические книги и прочитать какое-то время, там, революции 17-го года, да, и потом мысленно мы можем туда отправиться и попутешествовать по тем местам. Ну да, с помощью книги тоже можно. С помощью нашего воображения, да, которое... И представить за брюками реальные события. И действительно, а насколько ли, вопрос, насколько ли действительно нужно нам возвращаться в прошлое, да, то есть, как ты говоришь, что... Ну это же метод прогнозирования будущего. Ну, через прошлое мы идем в будущее. Снова... я имею в виду, когда-то, да, у меня там в блоге был такой вопрос, обсуждался, то, что... ну, насколько вот ты хотел бы действительно вот вернуться где-то в прошлое и какой-то поступок, о котором ты сожалеешь, чтоб ты его не делал, вот. и... если подумать так, то на самом деле получается, что нету таких поступков, да, вот на самом деле вот то, что мы сейчас с тобой находимся в данный момент, это как бы самый лучший из вариантов на самом деле, то есть... Все эти поступки привели к этому... Да, да, то есть все поступки они все приводят к опыту, в котором мы сейчас и находимся. То есть плохое, хорошее, оно все как бы... Оно все относительно... Все относительно, все приводит нас в эту точку. Да, да, ну, оно-то может и в другие точки, но ощущение как бы счастья и мы никогда, ну, как бы, никогда не поздно все изменить там, да, если ты чувствуешь, что ты действительно делаешь что-то не то, то, что идет в разрез с твоим внутренним вот этим шелестом внутренних звезд, утренних звезд, которые, да, по Зеланду. И, то есть, получается, что никакая из прошлых как бы ошибок, все, все, ну, все, любая линия жизни, она равнозначна и приходит к одному. Да, не надо ничего менять, но... Да, ничего не нужно... Психотерапия, понимаешь, любой вопрос, ты даже если поменяешь, ты не знаешь, какой будет итог в том, что ты что-то поменяешь, вот. Психотерапия, вот, метод психотерапии, это возвратиться в прошлое, вспомнить какие-то события, которые тебя напрягли в прошлом, выходит, это один из приемов, путешествия во времени, это метод психотерапии, вот мы уже назвали, это метод прогнозирования будущего, это метод психотерапии, мы снова переживаем и напряжение мы это сбрасываем. Вот путешествия во времени, это примирение с самим собой, ну, если человек в свое, в свое прошлое возвращается, а если в прошлое там, например, народа своего, это тоже, это примирение с тем, как живет наш народ, то есть, мы снова и снова возвращаемся в прошлое, в прошлое, и таким образом, мы вживаемся в реальность, в реальность, то есть, любые путешествия в прошлом, это нормально жить в этой реальности, в которой мы находимся, без психологических проблем, от того, на сколько у тебя. Посмотри, как у нас сознание устроено, это же память, мы говорим о прошлом, потому что у нас есть память, а вот это же, такая способность мозга нашего, а если бы не было памяти, мы бы вообще не думали о машине времени, представляешь, что у нас может и не быть памяти, в принципе, или она может быть короткая, год, например. Теоретически, да. Представляешь, как у нас устроен наш мозг, что она у нас есть, и благодаря тому, что мозг наш так устроен, мы говорим о машине времени. То есть, это побочный эффект строения нашего мозга, структура такого мозга. Ну да, но как бы сделан, дописывая то, вот, например, если брать, на самом деле, вот те же сны, сны, это тоже, как бы, параллельные реальности, да, то есть, это тоже пространство вариантов. Ты мог бы подытожить наш разговор, потому что время наше подходит к концу? Хорошо, да, исходя из того, что мы все сказали. ну, точнее, вывод, что все-таки, вот, я хочу сказать, что, в принципе, как бы, даже если бы те путешествия во времени, даже если бы они были, мы, ну, реально существовали, и можно было это сделать, нам они все равно не нужны, для ощущения счастья, ты все равно, как бы, любой опыт, он есть положительный, то есть, в жизни, который он строит, из, ну, если это даже какая-то неудача, можно так образно сказать, что все неудачи, это как бы, это фундамент той пирамиды успеха, да, которой мы движемся наверх, да, то есть, если бы не было этого фундамента из неудач, мы бы не попали на вершину, мы можем быть счастливы, независимо от нашего прошлого, и в данный момент времени, вот. Ну, я, 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 по сути, я уже сказал свои, как бы, выводы, но, в двух словах, мы путешествуем во времени, только в мыслях своих, и в наших мыслях, воображении, это способ примирения нас с реальностью, и прогнозирование нашего будущего, чтобы оно было каким-то более осмысленным и успешным. Да, да, ну, на этом мы закончим. да. Все, я думаю, что выводы сделаны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok